И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здрасте, всем привет. Сегодня у нас немножко необычный ролик, и мне понадобится пояснительная бригада о том, что же здесь происходит. Как вы все прекрасно давно знаете, мы вам обещали ролик про рисование 18+, уже два года назад. И ролик никак до сих пор выйти не мог. Ролик 18+, мы перезаписывали по несколько раз, меняли локации. Одна девочка, которая была моделью в ролике, даже подвернула во время съемок ногу. Я абсолютно уверен, что ролик действительно кто-то проклял, и вот он задерживается, но тем не менее мы его недавно досняли. А то, что вы смотрите сейчас, это некий ролик-полторашка, я его называю. Почему? Потому что у нас скопилось огромное количество материалов, которые не вошли в основной ролик, но тем не менее очень хочется эту тему осветить. Материалы скопились в первую очередь про ресурсы, где вы можете размещаться как 18+, художник, и легально зарабатывать. Ну, то есть на некоторых сайтах это все еще идет по схеме, там, я тебе нарисую порнушную картинку, ты мне скинь денег на PayPal, а на некоторых это работа по контракту. И более того, в конце ролика я расскажу, как найти и устроиться в студию, которая делает контент подобного типа, и при этом работать официально. Наливайте чай, ставьте лайкосики, пишите комментарии, погнали! И первый сайт, на котором можно совершенно свободно и легально продавать контент такого типа, это старый добрый знакомый Fiverr. На самом деле, тема 18+, контента тут появилась сравнительно недавно, около года назад, но она не выносилась на главную страницу, поэтому большинство авторов этого попросту не заметили. Тем не менее, если ввести в поиски NSFW или Not Safe for Work, то можно найти профили авторов, которые предоставляют услуги по отрисовке подобных картинок. Разумеется, для обложки объявления картинки приходится цензурить, но тем не менее, они никак не скрываются поиском, и более того, 18+, художников на этой платформе достаточно мало, то есть вы еще успеете стать одним из них. Если вы не смотрели наш ролик про этот сайт, то я сейчас вкратце расскажу, как там работать. Вам необходимо туда загрузить свое портфолио и загрузить товары и услуги, что вы делаете и что вы рисуете. Более того, для каждого товара должен существовать пул градации, когда вы делаете, к примеру, скетч за 5 долларов, полнорост за 10 и финальную картинку за 15. Если что, цены, я сказал, от балды. Там ни в коем случае не обязательно работать за копейки, там есть мастера, которые работают от 500, 700 и 1000 долларов и так далее. Также там прописывается количество правок, которые вы готовы сделать по работе, и то, в каком формате вы предоставите финальную версию. После того, как заказчик выбирает вашу услугу и нажимает кнопку «Купить», на его счету замораживается та самая сумма, которую вы указали. После чего начинается общение с заказчиком, где он присылает вам референсы, свои пожелания и техническое задание. Далее вы выполняете свою работу в срок, на ваш счет поступают денежки, которые вы потом сможете вывести на платежную систему. Чаще всего используется PayPal. Причем выводить денежки вы можете совершенно легально и не боясь то, что вас привлекут к какой-то ответственности. По двум причинам. Дело в том, что Fiverr не предоставляет данных никому о том, за что конкретно вы заработали деньги, потому что у них есть система приватности, исполнитель и заказчик. В их пользовательском соглашении лишь прописано, что вы исполнитель, который делает графические или видеоматериалы. Видеоматериалы имеются в виду для монтажеров, для моушн-дизайнеров и так далее. Поэтому волноваться в данном контексте, что вас, условно говоря, схватят за жопу, вам не придется. Причем стоит заметить такой небезызвестный факт. Fiverr — это израильская компания, и у них немножко другое законодательство. Оно не распространяется на эротический контент, рисованный. То есть, если вы рисуете эротические картинки, они не попадают под дамоклов меч. И более того, так как Fiverr не раскрывает вот этих подробностей, то, соответственно, вы можете совершенно безопасно выводить ваши деньги с PayPal или любой другой платежной системы. И более того, при желании даже совершенно легально платить с них налоги. Ну ладно, про Fiverr мы рассказывали. Это, в принципе, популярная платформа. А что с остальными сайтами, на которых можно подзаработать баблишко на том самом контенте? Следующий сайт называется «Общество 6», или, как я со своим английским пытался его произнести, «Society 6» и «Не заржать». Но в целом это очень востребованный сайт для художника, который рисует 18+, или около 18+, контент. Этот сайт занимается продажей мерча, а также продажей всяких холстов и всего того, что люди используют в реальной жизни. У сайта есть модерация, и у сайта есть определенные ограничения. К сожалению, на главную он не будет размещать работы с полностью обнаженными фигурами, хотя это, как правило, от случая к случаю. Как вы прекрасно понимаете из контекста, сайт ориентирован на зарубежную аудиторию, поэтому знание английского здесь в приоритете. По хорошему счету, сайт просто предоставляет легальную версию печати в хорошем качестве ваших работ на различных элементах декора или около того. И если у вас есть хотя бы минимально раскачанный аккаунт в социальных сетях, где присутствует зарубежная аудитория, то сделать себе некий небольшой поток продаж вполне себе вероятно. Как вы сами прекрасно понимаете, вы будете получать роялти, то есть процент от этих продаж, и потом вывозить указанную сумму на электронные кошельки типа PayPal. Да, к сожалению, большинство сайтов работает с этой нами ненавистной платежной системой, но с другой стороны, на большинстве сайтов, о которых я сегодня буду рассказывать, также подключен сервис ePayments, который значительно проще и удобнее. Такие сайты и ресурсы по продаже каких-либо печатных изданий, особенно 18+, картинок, очень хорошо развиваются через Twitter, то есть их проще всего через Twitter продвигать, так как Twitter — это единственная социальная сеть, где официально разрешен постинг 18+, контента из всех прочих соцсетей. И поэтому большинство 18+, художников на 2022 год выбирают Twitter как основную социальную сеть для развития, чтобы впоследствии переадресовывать пользователя на такие сайты, как этот, и зарабатывать там денежку. Со законодательством то же самое. Этот сайт не предоставляет детальной аналитики, за что именно вы заработали деньги. То есть, грубо говоря, в описании будет просто сказано «изготовление графического контента или оплата по договору с самим сайтом», то есть роялти за печать ваших графических изображений. Сейчас будет очень полезная минутка продажности для 18+, художника. Не переключайтесь, и после этого продолжим. А для тех, кто хочет рисовать контент подобного рода, самым важным навыком является знание анатомии. Школа Digital Art Club приглашает вас на авторский курс «Анатомия легко и без боли». Вы научитесь рисовать людей из головы легко и непринужденно за два месяца. Все, что от вас потребуется, это графический планшет, карандаш с бумагой, внимательность и желание достичь результата. В курс включены 10 подробных уроков, а также две бомбические финалки, которые вы получите по итогу курса в ваш портфель. Будет разбираться абсолютно все – пропорции, конструкция, ориентиры, торс, череп, руки, ноги, стопы, кисти и так далее. По итогу курса вы поймете, что это оказывается не так сложно, как казалось, а также сможете иметь доступ к видеоматериалам и чатам с участниками потока согласно выбранному тарифу. А по нашему промокоду CGSpeak22 вы получаете 25% скидки на текущий поток и 10% на любой последующий. Ссылочка на курс в описании. Приятного вам обучения. Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Следующий сайт очень уникальный в нашей подборке. Сайт называется lulu.com. И несмотря на такое неоднозначное название, сайт занимается печатью книг и комиксов. И как вы прекрасно понимаете, комиксов и книг абсолютно любого жанра. Если вы хотели издать свой собственный артбук или же свой собственный комикс, то вы запросто можете зарегистрироваться на данном ресурсе. Большое количество 18% художников, которые рисуют эротические комиксы или хентай-мангу, продают ее через этот сайт, на котором 18% абсолютно легален и разрешен. Единственное условие этого сайта – это отсутствие 18% контента на обложке книги, которая будет представлена на сайте, а также на некоторых кадрах, которые вы будете загружать для покупателей. Причем здесь можно работать по двум схемам. Вы регистрируетесь, загружаете свой собственный продукт и либо начинаете продажи конкретно на этом сайте, введя аудиторию из социальных сетей, либо если вы хотите продавать свои работы самостоятельно, например, в своей стране, то вы можете по закупочной цене заказать себе печать нескольких изданий вашей книги. Как правило, я вижу примерно такую схему. Художник издает какой-то определенный комикс и собирает деньги с аудитории на первую партию, к примеру, 100 штук. Естественно, цена уже включает в себя наценку, которую вы впоследствии оставите себе. Потом вы делаете заказ на эту партию, получаете ее и отправляете конечному потребителю. Но при этом, если вы не хотите заморачиваться с доставкой, то, конечно, можете просто ввести пользователей на конкретную страничку, которая у вас будет зарегистрирована, где покупатель сможет приобрести ваш артбук или ваш комикс. Ну хорошо, теперь давайте обсудим такую тему. Большинство 18 плюс художников работает, на самом деле, по достаточно серой схеме. То есть создается какая-то страничка в социальной сети, где публикуются работы на том же Хентай Фаундре или на других ресурсах, и после этого заказчики платят деньги напрямую. А что если у художника есть желание работать постоянно, в студии или же на удаленке над контентом подобного рода? В этом случае есть два классных выхода. Например, если вы рисуете Хентай Мангу или что-то около этого, вы можете посмотреть список Хентай-студий, которые ищут вакансии. Да-да, та заставка перед Хентайчиком, которую вы часто пропускаете, это наименование студии, которая работала над конкретным тайтлом. И я вас удивлю, что эти компании работают точно так же, как и другие анимационные студии или геймдев-организации. То есть сотрудников они ищут не обязательно в своей стране. Например, у студии Розовый Ананас, он же Pink Pineapple, 50% сотрудников из стран Западной и Восточной Европы, а не из Японии, как вы могли бы предположить. Так что высока вероятность, если вас туда возьмут, вы можете встретиться со своим соседом-художником, который всю жизнь говорил «Порнуха, фу, какая гадость!» Работа там устроена, как в любой другой организации. То есть присылаете портфолио, проходите собеседование и без каких-либо проблем поступаете в штат, если у вас все хорошо со скилухой. Понятное дело, что на моменте этого объяснения мне бы очень хотелось показать вам то, что делают эти студии, хотя вы и сами это видели, но придется довольствоваться футажами, потому что я не хочу, чтобы мой ролик удалили за 5 минут после загрузки. Так вот, в двух словах, вы можете за примерно полчаса выписать название ключевых студий, которые вам интересны, после чего, радостно и счастливо, найдя сайт с вакансиями, их достаточно много. И, кстати говоря, некоторые вакансии размещаются прямо на сайте студии. Правда, азиатские сайты немного вырвиглазные, но все равно. Вы можете точно так же, как и совершенно другой компании, присылать им портфолио и начинать обсуждение вашего трудоустройства. Трудоустройство при этом будет легальное. А с учетом того, что большое количество людей сейчас в принципе сидит на удаленке, то переезд вам и не потребуется. А желание смотреть хентай или около того у людей никуда не пропало. Четырьмя самыми крупными студиями по Японии считаются Аниме 18, Кей Компани, Пинк Пайнепл и Тайп Мун. Ну и, как вы прекрасно понимаете, есть еще куча компаний просто поменьше. Причем поиск таких студий на самом деле элементарно простой. Вы все видели те самые замечательные японские мультики. Почитав названия студий и найдя их в интернете, можно запросто найти вакансии. Как вы понимаете, некоторые ссылки я в описании вставлять просто не могу из-за правил Ютуба. И поэтому я думаю, что некоторый список ссылок будет в нашем Телеграм-канале. Обязательно на него подписывайтесь. Там, кстати говоря, располагаются и абсолютно бесплатные туторы, как рисовать 18 плюс контент от разных авторов. Так что не пропускаем. И в финале еще один момент. Тот самый прекрасный сайт, который вы все прекрасно знаете. И на который каждый из вас ну минимум разочек да заходил. Хотя бы уж случайно. Да-да, я говорю про сайт Порнхаб. На сайте Порнхаб, как на Артстейшене, представлены работы как частных лиц, так и студий. И, как правило, у студий там есть собственная страничка. С контактными e-mail'ами, с контактными данными и так далее. И, как вы понимаете, эти студии делятся тоже по типу. Кто-то работает исключительно с актерами, а некоторые студии делают 3D-мультики или 2D-мультики определенного жанра. И связаться с каждой студией можно тупо из блока «Контакты». То есть, так же, как рекламодатель, к примеру, обращается к ютуберам, открывая их канал и смотря там просто контактный e-mail или какие-то такие данные. Поэтому здесь никакой сложности с тем, чтобы найти себе официальную работу по тематике, не существует. А все остальные более сложные юридические и этические вопросы уже будут в нашем полноценном ролике. Я боюсь говорить дату выхода, потому что боюсь очередной раз, что он сорвется. Но, тем не менее, держите кулачки. Уведомления в любом случае будет и в Телеграме, и на Ютуб-канале, и так далее, и так далее. Плюс в конце объявления. В марте стартует новый, абсолютно полностью обновленный курс продвижения социальных сетей для творческих людей. Полтора месяца обучения, 22 лекции, а также огромное количество дополнительного материала. Плюс приглашенные люди из разных индустрий и разных социальных сетей. Огромное спасибо, что смотрели «Троек». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok